В 2019 году мне понадобилась SD-карта большого объема. Я купил дешевую SD-карту на 512 гигабайт неизвестного мне китайского производителя и не ошибся. Я бы купил еще раз такую же SD-карту, учитывая, что и цены упали, и работает она стабильно, но я решил, что на 512 гигабайт мне больше не надо, одной достаточно. Почему? Для чего мне нужна была такая большая карта? Я все объяснил, все показал в видеоролике про эту SD-карту, можете перейти по ссылке в описании и посмотреть. А теперь ее недостаток, точнее недостаток моей видеокамеры, на которой я снимаю. Я записал на эту карту 300 гигабайт и видеокамера сказала, я не могу больше писать, потому что у меня предел 5000 файлов в одной папке, в другую папку писать не могу. Поэтому SD-карта на 512 гигабайт заполнилась у меня только на 300 гигабайт, именно в моем стандартном режиме съемки. И все, я решил, что эта SD-карта нужна только для того, для чего я ее покупал. Кстати, циклов перезаписи на нее было уже штук 10, если не больше. Все по-прежнему стабильно, отлично работает. Объемы вы видели, как я уже сказал, ссылка есть в описании. Вдохновившись этой карточкой, я решил купить подешевле. Еще подешевле, да. Во-первых. Во-вторых, меньшего объема. 512 мне не надо, у меня есть. Лучше две по 256. Во-первых, распределю риски. Во-вторых, дешевле, чем одна на 512. А в-третьих, есть шанс взять много различных карточек и потестировать. Я вот тут вот взял целых 5 карт. 4 дешевые, совсем дешевые, в районе 60 юаней. Это 500, менее 550 рублей. 550 рублей за карточку на 256 гигабайт. При том, что заявленная скорость 100 мегабит в секунду на запись, 100 на чтение. Я, конечно, не очень верю в такие скорости. В такие скорости не очень верю. Потому что все-таки это вообще неизвестные какие-то производители. И для теста еще взял одну SD-карту, более дорогую, 197 юаней за 256 гигабайт. Это 1750 рублей. Бренд Lexar. Этот бренд достаточно известный. Это не какая-то TF-карт, как на некоторых написано. Вот и сравним. Возможно, эти... Нет, вот эти. Это все 256 мегабайт, а не гигабайт. А вот это, наверное, скорее всего, хорошая. И скорость на ней тоже хорошая. Но на все эти карточки предлагается пожизненная гарантия или 5 лет. В общем, тестируем, проверяем. А для чего мне понадобились эти карточки? Ну, технологии записи растут. Объемы требуются все больше и больше для того, чтобы вас удовлетворяла и картинка, и стиль съемки. Распакуем, потестируем. Ну, капец. Ну, он что, на нее наступил пенал? С чего начнем? С этого. Давно хотел купить себе коробочки для хранения microSD-карт. Сейчас они у меня лежат в пластиковые коробочки. Ну, по типу вот таких вот, только без отсеков. Искал на Таобау, ничего приличного и дешевого не нашел. В итоге заказал 5 коробочек за 10 юаней. Я не знаю, зачем мне столько. Наверное, потому что, если бы покупал по одной, то они бы обошлись мне в два раза дороже. Хотя, с другой стороны, купил бы одну, заплатил 4 юаня, а так 5. Ладно. В коробочку входит 6 microSD-карточек, одна SD-карта, ну или адаптер, и одна Sony-вская Memory Stick. Последнюю я даже в руках не держал. Ну, пусть будет. Качество, честно говоря, так себе. Ну, блин, это же дешевые коробочки для хранения. Пойдет. Первая SD-карта стоимостью 60 юаней. Это самая дешевая из всех, что я сегодня буду распаковывать. Карта идет с адаптером и в пластиковой коробочке. Даже не буду пытаться читать их названия. Pro. 256 гигабайт. 10 класс. EO1. Сделано в Тайване. Ну, ну. По внешнему виду ничего сказать не могу. Карта как карта. Сначала все распакую, а потом тщательно протестирую. Эта карта подороже. Целых 69 юаней. Какой-то купон, наверное, на скидку. В один юань. Честно, я не знаю, что это. И сканировать этот код своим вичатом не собираюсь. Опять сделано в Тайване. Снова непроизносимое название. Но здесь пометка U3. Значит, скорость минимум в три раза. Это значит, что минимальная гарантированная скорость записи 30 мегабит или мегабайт в секунду. А, тесты показывают, что мегабиты, мегабайты и вообще ли есть 30. Откладывал пакетики. Из одного из них вывалился USB адаптер. Не знаю, из какого. На самом деле это не важно. Дальше. По топтанам пакетике карта стоимостью еще на один юань больше, чем предыдущие. И с читаемым названием TF PRO. Это первый претендент на фейк. Продавец положил бумажек опять каких-то. Поставка карты отличается от предыдущих. Нет пластиковой коробочки. А сама карта вот в такой вот кривой упаковке. Просто слов нет. Ну что, все как надо. Золотая, класс 10. Скоростной тип U3. Made in Taiwan. Но боюсь, что лажу. И последняя дешевая карта за 80 юаней. Опять адаптер. Они их везде стоят, так как добровольно они никому не нужны. Никто их не покупает. Сяо чего-то там. Я уже распаковывал. Это должна была по-другому называться. Какой-то там кабельдин. Не то подсунули. Высокая скорость. Бла-бла-бла-бла-бла. Дальше. Дешевые карты распаковал. Пришла очередь дорогой BigSar. Одна эта карта стоит 197 юаней. Как три любые из тех дешевых. О-о-о-о. Комплект поставки сразу видно. Отличается. BigSar это американский бренд. Ну, когда-то был американский. В 2019 году, извиняюсь, он был продан китайцам. Но если это оригинал, то карта должна быть хорошей. В комплекте снова USB адаптер. Не могу понять какой версии. А, USB 2.0. 10 лет и 1 год гарантии на карту и адаптер. Указаны все возможные способы обозначения скорости карты и как положено. Сделано в Тайване. Начнем тестирование. Первый тест. Коробки для карты. Что-то не крепятся карты. Вообще даже не вставляются. Придется подпиливать. Все криво, косо. Но это же упаковка. Это не важно. Абсолютно. Главное, чтобы карточки нормально работали. Все пока ожидаемо. Все нормально. Карта 256 гигабайт. В начале 2020 года неизвестного производителя в Китае стоит 60 юаней. Их уже купили десятки тысяч людей. Я не думаю, что все они такие глупые. Не отличили 256 гигабайт от 256 мегабайт. Поэтому я думаю, что с объемом здесь все нормально. Может быть со скоростью какие-то проблемы. Или с количеством брака. Со всем этим разберемся. Но мне просто интересно. Сколько в вашем городе стоит карта на 256 гигабайт? Давайте сравним с Самсунг. Самсунг 256 гиг. Ну, также класс 10 U3. Стоит 200-250 юаней. На начало 2020 года в Китае. С учетом доставки до дома. Конечно же по территории Китая. Но неймы всякие 60 юаней. Возможно через год я скажу. Как же я дорого покупал это говно. Ладно, перехожу к самому главному. Самому интересному тестированию. Вообще, если карты ненадлежащего объема. Или бракованные. То продавцы без проблем вернут деньги. На Таобау есть такая же защита, как на Алиэкспресс. Ну, вы все в курсе, как это меняется. И мне либо заменят. Либо просто вернут деньги. И я закажу в другом месте. Для тестирования. Поехали. Начну с самой дорогой. Ну, и подешевле, дешевле, дешевле. Чтоб дешевая, самая дешевая удивила. USB адаптер с максимальной скоростью. Уже протестированный. И в него я вставляю microSD карту. Каждой карте буду давать название, чтобы не запутаться. Для тестирования скорости буду использовать Crystal Disk Mark. Получилось 82 мегабайта на чтение, 72 на запись. На мой взгляд, отличные результаты. Я просто не ожидал. Реально отличные. Утилита H2 Test V для проверки емкости и сохранности данных. Скорость записи говорит 54 мегабайта в секунду, чтение 85. Тоже неплохо. Никаких ошибок. Все отлично. Можно тестово еще погонять на неважных данных, а потом пихать в мою новую камеру для реальных съемок. Карта за 80 юаней. Напомню, тестирую в обратном порядке. В обратном распаковке. 14 на запись, 14 на чтение. А эти почти на нуля. Вот говно и поперло. Эта карта всего на 30 гигабайт. Заявленная емкость это обман. Никаких 256 здесь нет. Дальше тестировать нет никакого смысла. Вырубаю. Кстати, я ошибался. Это была не первая распакованная мойной карта. Ладно, неважно. Немножко запутался в порядке. Все равно это говно. Золотая TF карточка смущает вот эти вот показатели. Вот прямо как у прошлой карты. Эта карта реальная емкость 29,2 гигабайта. Это золотое говно тоже обман. Меня терзают смутные сомнения. Чую. Чую. Обман. Обман. Один обман. И одного понять не могу. Столько людей купили эти карты. Как на них жалоб не накидали покупатели. И продавцы не свернули свою лавочку. Чувствую это, карта из той же оперы. Говно. Говно. Какой вывод из всего этого можно сделать? Даже в Китае, где большинство китайских товаров чуть дешевле как минимум, чем в других странах. А как максимум раза в 2-3 могут быть дешевле. Не существует карт памяти на 256 гигабайт. Дешевле 100 юаней. Весь этот мусор распихиваю назад в пакеты. Хорошо, что ничего не вытянул. И все это поедет назад с недобросовестным продавцам. Кстати, некоторые утирались, доказывали, что у них нормальный товар. Но все согласились забрать назад. Это наш куайдишник. Доставщик. Приходит, забирает. Ну а потом мы им платим через вечер. 4 говнокарточки. Уже у своих говнопродавцов деньги мы назад получили. Продавцы без проблем их вернули. Наши потери состоялись 42 юаня. Именно столько мы заплатили за курьерскую доставку карточек от нашего дома. Вот курьер пришел, забрал у нас и отправил в их говностан. Мы бы могли ничего не потерять, если бы начали бодаться с продавцами и доказывать, что это глючно, это все обман. Некоторые сразу сказали, да, да, присылайте. А другие, да вы что, у нас хорошие карточки, у нас десятки тысяч продаж в месяц. Я не понимаю, кто эти люди, кто десятки тысяч продаж, в смысле покупок совершают и не возвращают этот товар и не пишут на них кляузы. Мы бы тоже бодались, если бы китайцы не включали, как это сказать, дурачков. Дело в том, что когда китаец-продавец понимает, что ты иностранец и не очень разбираешься в китайском, они, а что, все нормально, а что, все нормально. А напрягать китайских друзей мы не захотели. Поэтому просто вернули. Потеряли мы эти 42 юаня. Пусть будет нам уроком. Пусть будет уроком вам на нашем опыте. Я считаю, что это нормальный опыт и я убедился, что за 60, 70, 80 юаней в 2020 году нельзя купить SD-карточку на 256 гигабайт. А вот юаней за 160, 180, 200, 300 можно. Вот эта вот карточка Lexar, которую я контрольную купил вместе с теми четырьмя говнокарточками, отлично работает. Мало того, что у нее очень хорошая скорость, она еще меня реально спасла. Это моя новая камера. Называется Insta360 One X. Вы уже могли видеть видеоролики, снятые с помощью этой камеры, но возникла проблема. Я запихал в нее карточку Samsung, настоящую самсунговскую карточку, не фейковую. И камера теряла данные. То есть некоторые файлы портились, примерно 10%. Я запихал в эту камеру вот такую вот Samsung Pro. И та же самая ситуация. Файлы портятся, не полностью записываются. Кстати, на 256 гигабайт, она еще выдавала сообщение. Извините, ваша карточка не имеет нужной скорости, поэтому я не могу продолжать запись. Так говорила камера. Поэтому вот эта Lexar карточка реально меня спасла. Я уже 2,5 раза полностью ее записал с помощью этой камеры. В том числе непрерывно 333 минуты влазит. Максимальным потоком, максимальным качеством вот эта камера может сюда записать. 333 минуты записал. Никаких проблем, ни перегрева, ни потери данных, ни падения скорости. Так что Lexar, на которой написано 633х, 256 гигабайт, V30, класса 10, A1, U3. Отличная карта за 100, сколько я там, 97 юаней купил. Кстати говоря, сейчас скидка 188 юаней на Таобао. И также я посмотрел на Алиэкспрессе. Она на Алиэкспрессе с доставкой в любую точку мира стоит столько же, как в Китае. Супер. Но я решил продолжить немножко эксперимент и купил супер дорогую карту. Ну, по моему пониманию, которая на 30% дороже, чем вот эта вот Lexar. Это SanDisk. Экстремальная скорость. Быстренько протестирую и скажу свое мнение. Что лучше, вот эта вот за 300 юаней или вот эта, которая здесь уже полностью протестирована и меня полностью удовлетворила за, ну, грубо за 200? Если при покупке дешевых карт есть какая-то интрига, то здесь она практически отсутствует. Я купил за 279 юаней в день распродажи. Сейчас она стоит 299 юаней, а на Алиэкспресс можно купить за 55 долларов. Скорость записи 90 Мбайт в секунду. Заявленное чтение 160. В комплекте с картой есть адаптер. С задней стороны есть код для проверки подлинности. Разрезаем. Достаем. Такой упаковкой еще не встречался. С одной стороны прозрачный пластик, а с другой заклеена пленкой. Ну, то есть пленку открыл, все известно, все понятно, назад не заклеить. Вот так вот выглядит карта вблизи. Написано, что она сделана в Китае, а не на Тайване, как 5 предыдущих. Ставший уже стандартом тест. Переименовываю карту, чтобы не запутаться. Кристалл диск 82 на запись, 87 Мбайт в секунду на чтение. Что-то в чтении я как-то разочарован. В два раза ниже, чем заявлено. 243 950 Мбайт записанной, считанной без ошибок. Это все отлично, но мне нужно, чтобы еще в конкретной камере не глючило. Вынимаю лексар, запихиваю сан-диск. Самсунговские карточки, про которые я уже говорил, тоже отлично тесты проходили. Я им уже пользуюсь несколько лет. И даже скорости должно хватать, но чего-то не хватает для работы конкретно с этой камерой. Можно записать 60 тысяч фотографий в 18 Мп и 337 минут панорамного видео. 5,7 кейс. Наделаю много мелких записей, и крупных, и всяких разных. Ну, для того, чтобы побольше файлов было разного размера, формата. Потестирую, в общем. Посмотрим. Сан-диск экстрим 256 Гбайт. Карта прошла все тесты, в том числе испытания камерой Insta360 One X. Никаких проблем не возникло, о низкой скорости камера не сообщала. О порче данных мне тоже ничего неизвестно. Забил карту полностью, все данные в сохранности. И теперь у меня есть две SD-карточки, на которые я могу записать в общей сложности 10 часов панорамного видео. Ну, а если бы я знал результаты тестов, я бы, конечно, лучше взял две эликсаровские карты, потому что на 30% дешевле. А в остальном карты практически идентичные. Скорость записи чтения чуть-чуть различаются. Обе, скорее всего, произведены в Китае, хотя Тайвань, Китай, какая разница? Главное, что стабильно работают. И оба достаточно известные бренды. Ну, хотя кому-то, наверное, SanDisk Extreme все-таки будет казаться надежнее, чем менее все-таки известный Lexar. В описании к этому видеоролику есть ссылки на все, что я упоминал, в том числе на Алиэкспресс, где продаются вот эти карточки по цене, немного отличающиеся от Taobao. И сейчас Lexar, например, дешевле, чем на Taobao в пересчете на рубли. А вот это вот SanDisk Extreme, что-то около 55 долларов, ну, то есть 3500 рублей. Переходите, покупайте по ссылкам, если вам не жалко, что я заработаю 3 копейки за вот это вот большое тестирование. Безглючных вам гаджетов в 2020 году.